Всем привет! Сегодня я вам покажу сцепление Honda FTR-223 и расскажу о наиболее частых его неисправностях. Чтобы добраться до сцепления, сначала вам придется снять эту крышку, то есть откручиваем все болты, отсоединяем трос сцепления, снимаем крышку. Для удобства я зафиксировал проволокой лапку заднего тормоза. С внутренней стороны крышка сцепления выглядит так, то есть мы видим здесь щуп, здесь видим шток сцепления и грибок сцепления или толкатель. То есть он вынимается оттуда, такой он имеет вид. Здесь он уже заменен, оригинальный был с неисправностью, поэтому я поставил другой. Он должен ходить примерно вот так. Тросик приводит в движение вал, а вал в свою очередь приводит в движение толкатель. Этот толкатель давит на подшипник, прямо по центру. Для того, чтобы добраться до дисков сцепления, нам нужно снять масляный насос. То есть откручиваем три винта. Я уже заранее это все открутил, поскольку здесь есть неисправность. Откручиваем корончатую гайку. Вынимаем оставшуюся часть. Здесь еще должна быть шайба между гайкой. Затем откручиваем четыре болта. Можем проверить на люфты подшипник. Здесь их нет. Он исправен. Вынимаем пружины. Затем опять откручиваем корончатую гайку. Также здесь есть шайба. На ней указана гравировка. Outside. То есть обязательно ее нужно поставить этой стороной наружу. Ну и вот мы добрались до самого сцепления. Здесь обычно неисправности нет. Но вам надо посмотреть, чтобы все грани были целые. Далее идет вот такая шайба. Расставочная. Далее идет так называемая пружина. Это изогнутая шайба. И далее идет первый фрикционный диск. У которого внутренний диаметр больше, чем у всех остальных. И сам он толще, чем все остальные фрикционные диски. А далее идут промежуточные диски. И они чередуются. Один стальной, один фрикционный. Один стальной, один фрикционный. И самый последний диск должен быть фрикционный. Поскольку он соприкасается с металлической поверхностью. Наверное, самая частая причина пробуксовки сцепления это стертые фрикционные диски. Толщина новых фрикционных дисков составляет 3 миллиметра. На данном мотоцикле толщина фрикционных дисков 2,95 миллиметра. Минимальная толщина фрикционных дисков на данном мотоцикле 2,6 миллиметра. Соответственно, диски практически новые. Но если вы протрете диск и увидите, что эта поверхность не слегка шершавая, а гладкая, блестящая, то у вас диск подпаленный. Его следует заменить. Металлические диски изнашиваются реже, но также они бывают подпаливаются, то есть становятся черными, либо синего цвета. В таком случае их следует заменить. Также их можно проверить на ровность, если приложить их на стекло, либо на какую-то ровную поверхность. Если есть зазор, значит диск введенный, и его следует заменить. Фрикционный диск сцепления является ведущим. Стальной диск является ведомым. Но они работают вместе. И в момент, когда вы выжимаете сцепление, они разъединяются, и тогда у вас отдельно работает внешняя часть корзины и центральная часть корзины. Но когда сцепление не выжато, эти диски прижимаются друг к другу плотно, и здесь не должно быть зазора, и они работают вместе. Далее у нас опять идет шайба. И сама корзина. В корзине есть втулка. Также во втулке есть отверстие для подачи масла. Корзину сцепления приводит в привод данная шестеренка. То есть сейчас я могу провернуть. Двигатель крутится под часовой стрелки. Соответственно, корзина крутится против часовой стрелки. Вот этот вал крутится против часовой стрелки. Также, если мы воткнем первую передачу, и вращая этот вал против часовой стрелки, привожу в действие заднее колесо. Также вы видите, шестерни на этом валу крутятся против часовой стрелки, на следующем по часовой стрелке. И на этом же валу находится ведущая звезда. На мотоцикле 5-передач, здесь мы можем видеть, как они прощелкиваются. Сейчас стоит 1-ая передача. Если вращать вал, можно сейчас 2-ая передача. Ну и так далее. 3-я, 4-я, 5-я. Ну и сбрасываем. 5-я, то есть нужно вращать вал, чтобы сбросить. 4-я, 3-я, 2-я, 1-я. Ну, нейтралка. Вот передача нейтральная. Данным способом убедились, что коробка передачи справна. Теперь поговорим о неисправностях. Данная корзина сцепления шестеренкой скрепляется заклепками, но данная корзина имеет люфт. С этим можно, конечно, ездить, но лучше ее заменить. Далее у нас идет шайба. Далее данная тарелка. Затем идет фрикционный диск. Затем штальной. Затем пружина. Шайба. Собещаем пазы друг с другом. На самом деле проще это собирать на весу, а затем все это вместе надеть сверху. Готово. Затем не забываем шайбу и гайку. Затем ставим пружины. Растянуты пружины или нет, вы сможете понять, если между фрикционным и металлическим диском есть зазор при полностью закрученных болтах. Значит, нужно менять пружины сцепления. Далее собираем масляный насос. Здесь должна быть прокладка. Я ее пока не вырезал, вырежу чуть позже. Затем идет шайба. Гайка. И крышка. Я не закручиваю до конца, поскольку я буду еще раз разбирать и менять на ней пружины. Далее одеваем крышку сцепления. Затем закручиваем все болты. Затем закручиваем все болты и присоединяем тросик. Все. Сцепление собрано. Ну и как обычно, если видео было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и подписывайтесь на канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok